Спонсор выпуска новостей – салон красоты Бабар Бьюти Спа. Салон красоты Бабар Бьюти Спа. Салона ждет реконструкция. Какой ее хотят видеть, обсудили с руководителем общественной приемной Вячеслава Володина. Рыбачат без жилетов. Беру жилет, а сегодня вот без жилета. Инспекторы по маломерным судам провели рейд в акватории Волги. Нарушителей штрафовали. Первая победа для России. В Балаково приехали лучшие гонщики из разных стран. Там прошел чемпионат Европы по парному спидвэю. Какая температура ждет нас в субботу 31 августа на святых Фрола и Лавра? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. Встретилась, чтобы обсудить. Руководитель общественной приемной Вячеслава Володина отправилась в Завадской район. Татьяна Ерохина говорила об изменениях, которые ждут школу номер 5. Родители давно жаловались, что классы не вмещают всех учеников и учителям приходится работать в три смены. Анна Забалуева знает, как изменится школа после масштабной реконструкции. Вот у нас есть спортивный зам. Мы с вами туда ходили, вы меня водили, говорили, что требует ремонта. Родители учеников школы номер 5 в Завадском районе говорят, что их учебное заведение переполнено. Из-за нехватки мест приходится учить детей в три смены. Сейчас здесь числятся 1200 учащихся. Но даже в столовой мест хватает не всем. Она рассчитана на 120 человек. Вынуждены питаться в столовой в несколько смен и количество времени на прием пищи ограничено. Нет хорошего большого спортивного зала, актового зала. Поэтому все те предложения, которые прозвучали, жители по изменению сложившейся ситуации, они были поддержаны. Вячеслав Фиктович, ему было принято решение о реконструкции основного здания. Летом здесь побывал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он пообщался с родителями и педагогами школы номер 5. В ходе встречи было принято решение о реконструкции здания. Главная задача – расширить школу для того, чтобы 1200 учеников могли уместиться в школе на 1200 мест. А у нас сегодня 800 мест в школе на 1200 учеников. Благодаря этому финансирование на разработку проекта уже поступило в городской бюджет. Его размер составляет 7 миллионов 300 тысяч рублей. Рады, это мягко сказано. Мы очень довольны, что на нас обратили внимание наконец-то. Да. И что мы теперь, как говорится, заживем в цивилизованном мире. Новый спортивный зал, столовая на 500 мест, кабинеты для дополнительных занятий и зона отдыха. Это лишь малая часть из того, что появится в обновленной школе. Пока готовится проект, общественному совету предложили перенять опыт у недавно преобразованной гимназии номер 89. Ее реконструкция стала возможной также благодаря Вячеславу Володину. Анна Забалуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Больше 200 пожаров за неделю. В Саратове из-за возгорания пострадали 6 человек. Были несчастные случаи и на воде. Любители рыбалки забывают о своей безопасности и выходят в акваторию без жилетов. Как всегда, в пятницу мы подводим итоги чрезвычайных событий за неделю. Говорим о том, какие риски существуют сейчас в регионе. Слово Натальи Куличенковой, начальнику пресс-службы регионального управления МЧС. Спасибо, Полина. Начну с оперативной информации. За неделю в регионе произошло порядка 260 пожаров. В основном горели частные жилые дома и надворные постройки. Один человек погиб. Еще шестеро пострадали. О случае с гибелью человека хотелось бы сказать подробнее. В поселке Тарханы мужчина возле дома сжигал сухую траву. Был в нетрезвом состоянии. Облил кучу бензина маслом, чтобы лучше горело. Огонь тут же перекинулся на одежду. Пострадавший получил ожоги 80% тела. Он скончался в больнице. В Балаковском районе перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Двоим удалось спастись. Они были в жилетах. Их товарищи погибли. К трагедии привело несоблюдение правил безопасности. О чем предупреждают рыбаков, инспекторы по маломерным судам, расскажет Роман Базан. Он отправился с ними в рейд по Волге. Сильные волны, им не страшные. Инспекторы по маломерным судам работают в любую погоду. Сегодня ловят на Волге нарушителей. Тех, что катаются без документов и спасательных жилетов. В этот раз бороздят щучку. Это озеро рядом с зеленым островом. Первый катер заметили у восхода. Им управлял директор турбазы. С документами у него все в порядке. Рядом еще одна лодка. Парочка ловила рыбу в камышах. Стояли на якоре. Спасательных жилетов на отдыхающих не было. У нас нет нагрудников. Согласно закону Саратовской области, не подлежащие государственной регистрации, находящие в ней, должны, обязаны находиться все в спасательных жилетах. В данный момент было. Тем более непогода. Видите, какая? Мы привыкли. Мы все время так планы. Никогда жить было не нужно. На катере, да, на лодке. Еще через 500 метров инспекторы заметили резиновую лодку. В ней сидела пенсионерка. Нина Федоровна призналась, что у нее дача на берегу. Вот и вышла порыбачить. Сильные волны ее не пугают, а жилет оставила на суше. В итоге и ей штраф 300 рублей. Как-то вот всегда беру жилет, а сегодня вот без жилета. Сейчас поеду, возьму жилет. Волны сильные? Да я вот, протокт, вот, дачка. А вы давно вообще рыбачите? Да, иногда выезжаю, когда есть здоровье, а когда нет, не ешь. По словам инспекторов, в области и недели не обходятся без несчастных случаев на воде. Один из последних в Балакове. Там затонул катер. Двое спаслись, а их товарищи погибли. По некоторым данным, старые друзья до этого хорошенько выпили. Взять, к примеру, ПВХ, резинки, маломерно сюда регистрация, с которой не подлежат. То есть, если он резко из-за поворота выходит на веслах, порыв ветра, лодку переворачивает, а ее, как парус, от него уносит. И он остается без плавсредства. Если вода прохладная, то есть идет охлаждение тела. Всего с января в водоемах области утонули 45 человек. Шестеро из них дети. Это уже больше, чем даже за весь прошлый год. Около полутысячи успели вытащить из воды. А это уже благодаря спасателям. Роман Базан, Александр Кравченко, Саратов, 24. Через неделю в Саратове начнется чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. В наш город приедут более 600 участников, представители 24 стран. Стадион «Локомотив» уже подготовлен. На арене установили специальное оборудование. Российская сборная приехала в Саратов и приступила к тренировкам. Проходят занятия с кураторами команд, волонтерами и судьями. Развлекать участников и гостей мирового первенства будет талисман соревнований «Стерлядь». Новая информация уже через неделю. Спасибо, Наталья. Начальник прислужбы областного управления МЧС рассказала о чрезвычайных событиях за неделю. Ломать дверь не пришлось. В квартиру должника, приставов, полицию и другие службы пустили родственники. Энергетикам бывший руководитель водоканала в Аркадайке задолжал более 2 миллионов рублей. При этом предприятие уже давно признано банкротом. Тем не менее расплачиваться за предоставленные киловаты все равно придется, говорят эксперты. Станислав Жижин знает подробности. Документы на холодильник, пожалуйста, предоставьте еще. Столько гостей в своей квартире жительница Аркадака явно не ждала. Сотрудники МЧС, полиции и службы судебных приставов, представителей всех структур, собрал вместе крупный должник по счетам, который платить не намерен. На данный момент вы нам должны предоставить документы на имущество, что оно не принадлежит Морозову. Мы сейчас это все проверяем вместе с вами. Это проверка имущественного положения. Сергей Морозов в Аркадаке персона известная. Бывший руководитель местного водоканала. За три года он сумел поменять три предприятия. При этом работали они на том же оборудовании, накапливая при этом долги. Водоканал в Аркадаке был обанкротен. И, как мы предполагаем, что это сделано было преднамеренно. И, соответственно, взыскать долги из предприятия не было возможности. Поэтому субсидиарной ответственностью отвечает именно бывший руководитель. Эта история с водоканалами города Аркадаке длится давно. Нам удалось в 2018 году в октябре исполнительное производство возбудить по Морозову. И в этом исполнительном производстве фигурирует стоимость 2,2 миллиона рублей. Взыскать долги из бывшего управленца энергетики пытаются с октября прошлого года. Двери перед ними открылись лишь почти год спустя. В квартире оказались адвокат, старший сын и супруга, как выяснилось, бывшая. Сколько вы не проживаете? 19 лет. 19 лет. Разведены 19 лет назад? Да. Здесь мои дети, два сына и внучка. Это средство... Да, что они не могут. Однако, по словам соседей, бывший супруг регулярно здесь появляется. И квартиру давно подготовили к визиту приставов. Кроме старой бытовой техники и мебели, специалисты ничего не обнаружили. Соседи говорят, все ценное отсюда уже вывезли. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Жаловаться можно. Продолжает работать народная приемная Саратов-24. О самых выпиющих проблемах мы рассказываем в эфире. А полный перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. Ко мне присоединяется дежурный народной приемной. На этой неделе это Анна Заболуева. Анна, здравствуй. Расскажи, на что жаловались телезрители. Здравствуй, Полина. Мария Прудинтова рассказала, что является льготником, но ей теперь приходится платить за проезд в 87 маршруте. Говорит, в Минтрансе над ней поиздевались. Предложили найти тех, кто будет за нее оплачивать. Лидия Кабалык жалуется на работу мусорщиков. По словам женщины, в Энгельсе отходы вывозят редко. Телезритель жалуется на вони червей, которые расплодились у баков. А рабочие ей рассказали, что у мусоровоза сломались колеса, поэтому приехать не могут. Там же в Энгельсе жители летного городка жалуются на отсутствие горячей воды. Татьяна Дрюкова уверяет, за все лето она была месяц. Из-за смены управляющих компаний слесари уволились, а котельные закрыты, рассказали жильцы. И пообещали перекрыть дорогу. Какие еще обращения к нам поступали? Жители Октябрьского района жалуются на незаконную парковку. Речь о домах комплекса Царицынский. Рабочие вырубили деревья и закатали территорию в асфальт. Чего это дерево им даст? Все равно не на нем проковаться не сможешь. Вот зачем это делать? Так вот деревья этого уродства закрывали. Теперь будем смотреть на ветеранную зубовую. Спасибо вам, ребята. Спасибо дежурной народной приемной «Саратов-24». Анна Забалуева рассказала о жалобах, которые поступили на этой неделе. Полный отчет о них читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые обращения. Если есть возможность, проиллюстрируйте их снимками или видеороликами. Мы будем только рады. Прервемся на рекламу и прогноз погоды, а затем продолжим знакомить вас с новостями. Оставайтесь с нами. Хотите накопить и приумножить на образование, отдых, свадьбу или ремонт? Принимаем сбережения под 15% годовых. Сбережения от 10 тысяч. Просто, выгодно, надежно. Гарант Кредит. Телефон в Саратове 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный кооператив «Гарант Кредит». Поможет сохранить и приумножить ваши сбережения просто, выгодно, надежно. Телефон в Саратове 708-444. Здравствуйте. В субботу 31 августа на святых Фрола и Лавра. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбии, Балакове небольшая облачность. Кое-где возможны несущественные осадки и туман. Ветер с северо-западной порывистый. Днем до плюс 22, а ночью до плюс 6. В Саратове и Энгельсе солнечно и сухо. Температура днем до 19 градусов, а ночью до 9 выше 0. Атмосферное давление около 757 мм в ртутную столбу. Вода в Волге плюс 17. Подмечено, что с этого времени начинаются осенние утренники, переходящие в заморозки. Всем всего доброго, берегите себя. До встречи. Продолжаем знакомить вас с новостями. Работаем в прямом эфире. Росгвардейцы могут получить персональные видеорегистраторы. Их можно будет использовать для фиксации обстановки в разных обстоятельствах. К примеру, на массовых мероприятиях и при проведении спецопераций подразделениями спецназа. Об этом пишет ТАСС. Сейчас в ведомстве разрабатывают проект. Прорабатывают не только финансовые вопросы, но и правовые. Когда именно новшество вступит в силу, не уточняется. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». Российские банки могут обязать продавать гражданам их собственные кредиты с большой скидкой. С инициативой выступили в Минэкономразвитие, пишет коммерсант. Предполагается, что задолженности будут перепродаваться в среднем за 2,8% от их размера. По сути, речь идёт о списании долгов. Правда, просрочка по кредиту должна быть не менее 30 календарных дней. Как считают эксперты, в случае, если предложение одобрят, заёмщики намеренно перестанут выплачивать долги. Летние каникулы школьников и студентов нужно продлить до 1 октября. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, сообщает российская газета. По мнению народного избранника, продление каникул частично решит проблему трудоустройства выпускников вузов и будет способствовать развитию туризма. Кроме того, у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка. Практически все экзамены заканчиваются к началу июля. Школы длятся всего два месяца. Протестировать новую систему депутат предлагает в регионах Дальнего Востока, в Хабаровском и Приморском краях. Школа номер 106 Екатеринбурга превратилась в настоящий музей. Местный бизнесмен, который когда-то закончил данное учреждение образования, сделал там роскошный ремонт. Как сообщает федеральный телеканал, стандартные холлы и туалетные комнаты школы теперь украшены росписью, помпезными люстрами, отделкой под золото и мрамор. Подобная роскошь у некоторых вызывает двоякие чувства. Как сообщают в СМИ, данный проект согласован с мэром города. А сам бизнесмен уверен, что такой ремонт подарит детям хорошее настроение. Для пожилых открыли антикафе. Сегодня в Саратовском доме-интернате для престарелых показали, какие условия созданы для проживающих. Чем их кормят и как занимают свободное время. В Саратов приехали сотрудники домов-интернатов со всей области, делились своим опытом. Показывали методики, которые внедрили в рамках национального проекта «Демография». Станислав Жижин расскажет подробности. Это все то, что мы применяем в своем доме-постарелых для нашего схода. То есть мы людей. Творожный мусс а-ля запеканка, каша боярская, диетический салат и отбивные. В Саратовском доме-интернате показывают, чем кормят проживающих. Блюда в меню не повторяются. Его составляют по специальной системе на каждый день. Ну что, начинайте. Работники Балашовского дома-интерната недавно открыли антикафе. На коллегии в Саратове они показывают, как оно работает. По словам специалистов, посетители – люди с проблемами слуха, зрения, пережившие инсульт, и те, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Для них есть шахматы, шашки и игры для развития мелкой моторики. По словам специалистов, постоянные занятия улучшают общее состояние проживающих. Меняй. Чего ты сидишь в доме? Я на этом. Валентина Марченко в Саратовском доме-интернате только два года. В свои 66 любит активный образ жизни. Она постоянно участвует в местных спартакиадах. У женщины больная спина. Справляться с болью помогает ежедневный воркаут. Основной образ жизни вроде поел, да и лег-лег. А надо вот двигаться. Больше двигаемся, лучше себя чувствуем. А сколько делаете за раз? Так считаете или нет? Я не считаю. Я могу весь день, наверное, тут сидеть. А потому что отдыхаешь прям. На заседании коллеги Министерства социального развития области подводят итоги за первые полугодия. В регионе реализуется национальный проект «Демография». В него входят и региональные программы. На протяжении последних восьми месяцев этого года мы работаем в рамках проекта «Демография». Это основной проект, в соответствии с которым мы ставим две задачи. Первая задача – это повышение рождаемости. И вторая задача – это продление активного долголетия. В этом году в рамках областного бюджета предусмотрено практически 5 миллионов для того, чтобы мы приобрели то необходимое оборудование, которое в дальнейшем способствовало продлению активной жизни нашего старшего поколения. На коллегии показали предметы, которые необходимы людям с ограниченными возможностями. Это захваты для надевания обуви, открывания дверей, предметы гигиены и специальная посуда. Все это будут сдавать в прокат. Правда, пока не определили сроки возможной аренды и возврата. Станислав Жижин, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Рев моторов и столбы пыли. В Балаково приехали лучшие гонщики из разных стран. Там прошел чемпионат Европы по спидвею среди пар. Впервые в нем приняли участие и юниоры. Они представляли сборную Европы. В ее состав вошел и балаковский гонщик. Анна Заболуева не только болела за сборную нашей страны, но и узнала, кто стал чемпионом по парному спидвею. Перед началом заездов спортсмены в специальных боксах проверяют технику. Каждый гонщик к соревнованиям готовит по два мотоцикла, чтобы в случае технической неисправности можно было заменить на другой. Многих спортсменов в России техника есть, в Польше техника, в Швеции техника. Каждый спортсмен готовит под себя все эти мотоциклы одинаково, чтобы не было никаких настроек других, чтобы не было приехать и привыкать к другому мотоциклу, чуть по-другому. Только моторы могут быть. Более такая сидержучая дорожка, то там один мотор. Более твердый, то там другие настройки в моторе просто. На чемпионат по спидвею среди пар прибыли спортсмены из России, Италии, Франции, Латвии, Чехии и Польши. Впервые в гонках приняли участие и юниоры. Они представляют сборную Европы. Ребята в возрасте до 21 года боролись за победу уже с именитыми гонщиками. Среди юных спортсменов и воспитанник балаковской турбины Александр Кайбушев. Ему всего 17 лет. Подобрали такой состав. Они довольно-таки такие ребята опытные. В своих лигах они набирают очки, везут очки командам своим. Я считаю, что это хорошее решение. Саша Кайбушев только ездит в нашем клубе, а парни еще здесь не ездили. Но сегодня провели тренировку, и дорожка очень понравилась. Сказали, очень хорошо их встретили, очень хороший стадион. Первыми стартовали спортсмены из сборных Европы и Италии. По правилам на трек выезжает под вагонщик из каждой команды. Один заезд длится всего пару минут, но за это время спортсмены успевают пройти 4 круга. Тому, кто пришел первым, начисляется 3 очка. Перед заездом по традиции спортсмены притаптывают гаревую дорожку ногой, а болельщики как можно громче поддерживают гонщиков, чтобы старт был удачным. Но у опытных фанатов есть и свои приметы на победу. Прихожу в одном и том же одеянии. Всегда. И всегда на второй сектор. Всегда любимый сектор мой второй. И они всегда побеждают. Даже в Восток, кто бы ни был, даже российский вперед взять наш. Всегда наши выигрывают. Сейчас стартует последний решающий заезд. Пока лидирует сборная нашей страны. Буквально через пару минут станет ясно, кто уедет из стадиона с титулом чемпиона Европы. Болельщики с замиранием. Сердце ждут результатов. С тагом. Последними на гонку вышли команды России и Латвии. Наши оказались негостеприимными и выиграли заезд и саму гонку. Это первая победа России за всю историю европейских чемпионатов среди пар. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов 24. О главном к этому часу все еще больше новостей на нашем сайте. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok